О новых вирусах и эпидемиях в 2023 году. Я делал большой прогноз, я его подверстаю на 2023 год по разным пунктам. Год Марса, напоминаю, 2023 год наступил. Бог войны, разрушений, конфликтов и завоеваний. В 2023 году будет очень много вторжений разных вирусов в нашу страну и во всем мире. Новые формы ковида, более легкие, быстрые, наглые, дерзкие. Будет новые вирусы, связанные с сыпью. Вот сейчас говорят, что это кори, а будет еще какая-то мутация с ковидом и корью. Некий симбиоз, связанный с сыпью и все подвержены вуру. То есть у нас опять будет волна вакцинации в 2023 году, уже по новой стадии. Очень много заражений животных, птиц. То есть бактериологическая война по нашим границам, по другим странам. В Китае такое же будет происходить. В Индии заражение животных и людей и обмен вот этой заразы по всему миру. То есть 2023 год, к сожалению, спокойным не будет. И нам надо готовиться к вот этим атакам. К спящим вирусам-разведчикам. Я рядом записывал видео, его подверстаю. И там тоже прогноз на 2023 год частично есть. То есть весь 2023 год готовьтесь к тому, мои, так сказать, дорогие друзья, клиенты, поклонники и все остальные. Что мы будем страдать от непонятных, быстрых, решительных, дерзких, наглых, болячек, которые будут атаковать общество. И быстро-быстро распространяться по разным регионам страны. От Сибири и Дальнего Востока до Москвы и Петербурга. Поэтому государству надо усилить бактериологическую защиту. Потому что партизанщина хохрятская, она в действии, ее никто не отменял. Они будут распространять заразу в России всякую разную. И это касается и китайских туристов, и из других стран, где прививочные кампании не проводились десятилетиями, мы это знаем. Поэтому ситуация очень опасная. Так что будьте, пожалуйста, бдительны, осторожны, внимательны. И если предлагают, значит, прививки, надо это делать. Иначе будут очень тяжелые формы, значит, заболеваний. Я вас к этому призываю следить за своим здоровьем. Потому что все отметили, очень многие люди болели в декабре, в январе, болеют до сих пор. Вот это непонятное ОРВИ, грипп или ковид непонятный. Симбиозы разные, формы разные, тяжелое восстановление. То бьет по носоглотке, гортани, значит, кронхам и голосовым связкам. То в легкие начинает проникать и новые формы тяжелого заболевания возникают. То есть очень тяжелое положение. Это не шутки. Поэтому, пожалуйста, в 23-м году будьте бдительны и внимательны. Вот короткое видео. Просто посмотрел сегодня новости. Сегодня, это 6 февраля, день Ксении Петербургской, великой святой, святая блаженная Ксения Петербургская, покровительница Санкт-Петербурга. Значит, она вот такая особая была, блаженная, блаженная. Приняла на себя подвиг блаженства, юродивая такая вот. Значит, очень интересная ее история, житие. Я поздравляю вас с этим праздником сегодня, Дню Ксении Блаженной. То, что он выпал на понедельник, это тоже не очень весело, скажу так честно. Что она покровительница семьи, детей, новорожденных, любви, здоровья и так далее. Основные просьбы, которые к ней обращались всегда петербуржцы, в север России, кто приезжал к ее могилке. Это сохранить от беды, напасти, болезни тех же вирусов, которые нападали в то время и вот сейчас нападают уже в 21 веке на нас с вами. То есть, когда День Ксении Блаженной выпадает на понедельник в этом году, это очень тревожно. Значит, будут поводы коревать, плакать, переживать, страдать, мучиться, терпеть лишения, терпеть утраты родных и близких. Это касается здоровья огромного числа людей, которые будут в Сенюшке приходить. Вот сегодня приходили и будут всю неделю, и каждый день там постоянно люди, помазание маслом святым, освященным на могилке. Вот я помню, как это делалось, был несколько раз. Вот кто может в Петербурге, кто паломничает, еще есть такие смелые люди, значит, в наше-то время вирусное, молитесь ей, чтобы она хранила Россию и Санкт-Петербург, и север России от вот этих болячек, вирусов и непонятно каких заболеваний в том числе. Она наша заступница перед Господом, перед Богородицей и Христом Спасителем. Поздравляю вас с этим праздником. Спасибо, что послушали. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео и до встречи.